Что есть дерево добра и зла, и что же сделала Ева в первую очередь. Когда сатана обращается к Еве, первое, что он делает, он ее обманывает. Первое зло с греха, с дерева добра и зла, это принять искажение истины, искаженность принять, ложь принять. Так вот, что же приняла Ева, какую ложь она приняла? Первая ложь, которую она приняла, это искаженный образ Бога. Что делает? Как он искажает образ Бога? Он говорит, Ева, я сейчас своими словами, он говорит, Ева, да на самом деле, он вообще и не такой, как вы о нем думаете. Сидит на троне и никому не хочет ничего давать. Он искажает образ отца в ее разуме, образ Бога. Поэтому первое, что есть в этой части зла, это принять искаженный образ отца. Господь приходит после грехопадения, они видят его и испугались его. Почему они его испугались? Потому что они уже приняли ложный образ. Бог не такой, как мы о нем думали, он не такой любящий. Понимаете, сегодня искаженный образ Бога присутствует в церкви. И это на самом деле постарался сатана. Павел, кстати, не зря боялся, что как сатана искусил Ева, так и умы церкви прельстятся, уклонятся от простоты во Христе. Значит, вкусить запретный плод – это отклониться от истины. От истины, что Папа добрый, что он любящий. Принять искаженного образа, он страшный. Сколько людей пишут мне, что они не могут назвать Бога Папой. Да и в церкви им запрещают называть Бога Папой. И какой он вам Папа? Он Бог. Ну, не знаю. Дух Святой Свидетель скажет во мне, что он Папа. Авва, Папа-Папочка. Но нет, искаженный образ Бога присутствует в сегодняшней церкви. И люди прячутся за деревьями, боясь Бога. Да как я могу быть с ним в единении? Как я могу переживать Бога? Какой Бог? Как он может быть во мне? Он во какой, а я во какая. Понимаете? Это ложное мышление. Это принятый запретный плод. Если ты боишься, патологически боишься Бога. Я не говорю, что я буду говорить в следующих темах о моем понимании страха Божьего. Но если ты боишься Бога, что ты не можешь предстать, ты не можешь молиться, ты не можешь его переживать. В большинстве своем люди, которые не получаются, людям, которым не получается переживать Бога, не переживают его внутри, потому что они неправильно его представляют. У них есть ложь в разуме. Вторая ложь, я еще раз повторяю, это принять искаженный образ себя. И вот здесь будьте внимательны, что я имею в виду. Сегодня очень много, когда дети Божьи, они их стащили в уровне понимания, кто они. Их украли, украли у детей Божьих понимание, кто мы. Почему я назвал эту школу откровения «Я новое творение во Христе Иисусе»? Посмотрите, мы во Христе уже, мы с Ним одно. Но постоянно я вижу, как религиозный мир стягивает и говорит, да нет, да мы еще не одно с Ним. Это еще когда-то потом. И нам еще надо достигать этого и так далее. И я вижу, что сегодняшняя церковь, она вкусила этот запретный плод. Она ушла от Евангелия. Она ушла от осознания того, что Он совершил для нас. Кем мы стали во Христе? Мы совоскресли со Христом, мы с Ним родились уже, мы с Ним одно и так далее. У нас уже есть это подобие, образ и подобие уже есть у нас. Но я учу и я верю, что в этом образе и подобие нужно вырасти еще, возрастать. Я говорю о том, что я верю, что возрастание в этом подобии, так скажем, да, возрастание происходит двумя способами, как минимум. Это пребывание в любви Отца и познание истины. Нам нужно вырасти в этом. Мы уже это имеем, но мы возрастаем в этом. Вот и все. Именно по этой причине есть это противоречие, где мы сегодня еще видим, что где-то в каких-то сферах мы ранами Иисуса исцелились, да, но мы видим еще, что что это такое, почему у меня это болит. Потому что ты находишься в процессе на самом деле. Это процесс твоего познания истины, возрастания веры. И это процесс, когда жизнь внутри тебя, она начинает работать внутри тебя. И то, что Иисус для тебя совершил и для меня, вдруг возрастает во мне и начинает проявляться. Но я это уже имею. Я не хочу, я не имею в виду, что мы это достигаем, друзья. Когда люди учат, что мы этого не имеем и это еще нужно достичь, это один вопрос. Я говорю, что мы уже это имеем, но мы в этом возрастаем. Никакие твои усилия не смогут тебе помочь вырасти в подобие, да, стать как отец. Иисус что сказал? Будьте как отец ваш небесный. То есть станьте как отец. Вот ваша задача, вот ваша миссия. Вы должны проявить отца здесь. Вы должны стать как он. Это еще какой-то вот процесс. Как этот процесс происходит? Мы что, должны как-то особенно напрячься? Нам нужно взять какой-то пост. Нам нужно больше молиться, друзья. О чем я говорю? Я говорю, первое, что нам нужно прийти к осознанию, что мы умрили со Христом и мы в нем. Нам нужно отождествиться со смертью. Второе, то, что нужно семени и этому подобию, чтобы проявиться через нас, это покой. Помните, написано притчу про Царство Божие? Кладут семя, потом смотрят, нету, потом раз, проявляется, потом колос, потом полный колос и так далее. Это возраст. Как мы возрастаем, друзья? Мы возрастаем в осознании, что у нас уже есть, кто мы во Христе. Мы ничего не добиваемся. Это у нас уже есть. Мы уже абсолютный образ и подобие его. Нам нечего добавить, но мы возрастаем в этом. Это начинает проявляться. Вот мой сын. Сын возрастает. У нас есть работа по дому. У нас есть дом церковный. Мой старший сын занимается такой дьяконской работой. Есть котел, который топится, чтобы тепло было. Я смотрю, сегодня сын мой самостоятельно занялся работой. Я думаю, Господи, он растет. Он возрастает. В нем уже это было. В нем было. В нем заложено мужество. В нем заложен труд. В нем заложен мужчина. В нем заложен. Но он раз и возрастает. Это появилось у него? Да. Но это и было у него. Оно не появилось. Оно выросло из него. Оно проявилось через него с возрастом Божьим. Поэтому всем нам нужно возрастать. Это некоторый процесс, в котором мы в этот образ и подобие вырастаем. Третье, то, что сделал Сатана, это в понятии зла. Помните, зло и добро? Добро и зло. Это он убедил Еву и Адама выйти из истинно завершенной работы. Он столкнул их на уверенность в видимом мире. В Бытие во второй главе мы читаем. «И совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог в седьмом дню дела свои, которые он делал, и почил день седьмой от всех дел своих, которые он делал». Слово «совершил». То есть, что сделал Господь? Он зашел в седьмой день, все совершил. Что такое уверенность в невидимом? Это когда в видимом мире еще есть противоречие, а Бог говорит, нет противоречия, я все совершил. Кто-то написал мне. Вы говорите о том, что произошло совлечение греховного тела. Но я же чувствую грех. Поздравляю. Ты не в завершенной работе, ты не в покое. Потому что быть в завершенной работе – это видеть в видимом мире противоречия, но быть уверенным больше в истине в завершенной работе, чем в противоречии, чем в видимом мире. И у нас с вами есть сегодня выбор. Верить чему? Вот этому миру видимому. Верить диагнозу. Верить счету в банке с минусами. Верить вот тому, что здесь в этом мире происходит. Верить вот этому видимому. Или верить тому, что на кресте он сказал, я все совершил. И вот мы сегодня, люди, которые заходим в покой его, мы заходим в завершенную работу. Как? Верой в то, что его жертвы достаточно. Он все совершил. В невидимом мире он все совершил. И вот что сделал сатана с Евой. Он вывел их из уверенности в невидимом. Он ввел их в уверенность в видимом. Так вот, смотрите. Открыть глаза. У нее открылись глаза. И вкушение плода – это одно и то же. То есть она вкусила плод, и у нее открылись глаза. Первый грех – это открыть глаза свои. Что это значит? Это начать быть уверенным, видимым. Начать делать своей реальностью. Видимый мир. Вот что с ней происходит. Открылись у нее глаза и увидела, что она на гае. Трудно, но я еще раз объясню на примере. Пример. Я проповедую о том, что ранами Иисуса ты исцелен. Это истина. Ты можешь пойти к врачу, сдать анализ на коронавирус. Тебе придет смс-ка. Анализ положительный. У вас коронавирус. И у тебя будет искушение сделать своей реальностью. Или истину о том, что ранами Иисуса ты исцелился. Или то, что тебе скажут. Если ты сделаешь своей реальностью видимый мир, другими словами, открылись глаза у тебя. А, вон оно что. Да я больной. Да у меня денег-то и нет. То есть, открылись глаза. Это что сделала Ева с Адамом? Они сделали своей реальностью видимый мир. Мы ноги, мы голые, оказывается. Я верю, что первый грех, первая часть греха – зло. Первое – принять искаженный образ отца. Второе – принять искаженный образ о себе. Отказаться от видимого, от невидимого, от уверенности в завершенной работе. И принять своей истинной видимый мир. Еще раз объясню. Жили Адам и Ева себе. Верили, что все совершил. Что все завершил. Тут приходит сатана и говорит им. Ну, ребята, ну как же все совершил-то? Ну, как же совлечение греховного тела? Ну, что вы сочиняете? Ну, посмотрите, этот грешит. У этого есть похоть. Да как же вы утверждаете, что произошло совлечение греховного тела? Хотя сколько вон желаний. И дьявол стаскивает людей на уровень видимого мира. И теперь еще раз повторю. Первая часть греха – это стать уверенным в видимом мире. Вера есть. Уверенность в невидимом. Запретный плод – это быть уверенным в видимом. Вот что там произошло. Сложно, трудно. Но когда ты начинаешь понимать это, становится все очень понятно. Следующее. Помните, мы с вами говорили о том, что на этом дереве есть зло и добро. Как язык раздвоен у змеи, так и у этого дерева есть добро и зло. Зло и добро. Итак, со злом мы разобрались. А что такое добро? Так вот, злом мы разобрались, а добром называется попытка человека исправить своими силами видимый мир. Что называется самоправедность. Ты скажешь, самоправедность – это разве зло? Самоправедность – это часть первого греха? Самоправедность. Смотрите, на что это похоже, друзья. Самоправедность. Самоправедность Адама и Ева проявилась в том, что они сшили себе смоковные листья и одели и закрыли свой наготу. То есть, что они должны были, в чем они должны были находиться? Они должны были находиться в ожидании, уверенности. Он все совершил. И быть в ожидании, когда из невидимого – это придет видимое. Помните, вера, уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Когда они сшили себе смоковные листья, они проявили вторую часть глупости и греха. Они вышли из ожидания, когда из невидимого – это придет видимое. И сами своими силами исправили свою ситуацию. Поэтому смоковными листьями, поэтому Израиль называется смоковницей. Прообраз Израиля – это смоковница. И на самом деле это не очень-то хорошо, потому что Израиль избрал быть самоправедным. Израиль пытался оправдаться законом. Весь закон говорит о том, что тебе нужно что-то сделать, чтобы… Это сенайское мышление. Еще раз, как я объясню, попробую и добро. Смотрите, иногда, когда человек, алкоголик, допустим, осознает, что ему нужен выход из алкоголизма, он принимает такие решения. Я с завтрашнего утра не буду пить. Самоправедность выглядит как добро. Родственники могут сказать, ну да, слава Богу, молодец, хорошо. Но он пытается своей силой, своим чувством, своей волею исправить эту похоть, это рабство греха. Поэтому добро или самоправедность выглядит как добро. Самоправедность выглядит как добро, но является злом. Все попытки человечества исправить то, что совершено даже Адамом или Сатаной, является самоправедностью, является «добром» в кавычках. Это и есть. Вот у самоправедности разные формы приобрели. Все какие-то попытки человека исправить этот мир – все это самоправедность. Все. Смотрите. Любая попытка человека, кроме креста Иисуса Христа, является самоправедностью. Понимаете, друзья, да? То есть добро выглядит добро. Закон, законничество выглядит добро. Мышление Синая выглядит добро. Попытка заработать благословение выглядит добро. Но это зло. Это и есть грех. Попытки человека какими-то своими вот этими способностями исправить состояние, допустим, государства. Поверьте, любая попытка самоправедности человека приведет еще человечество в еще худшее состояние. Так и происходит. Вот этот набор этих, знаете, а давайте мы объединимся. Единственное. Вот у одного не получится, а у тысячи получится. Если мы будем вместе, у нас получится. Опять человек в центре. Опять человеческие способности в центре. Мы возьмем страну для Бога, нас никто не остановит. Давайте поднапряжемся. Давайте соберем деньжат. Давайте построим это. Давайте сделаем такой-то проект. Давайте мы восхитим людей своими песнями. Давайте мы людям покажем, какие мы хорошие. Да, друзья, ну хватит. Ничто, кроме проповеди Евангелия, не может изменить этот мир. Солью является только лишь истина о кресте. Смотрите. Когда Господь говорит Адаму и сказал Адаму, Адам, где ты? Что этот вопрос означает? Адам, где ты? А я вам переведу. Брат, сестра, где ты? Ты где? Ты в уверенности в невидимом или ты в уверенности видимого? Адам, ты в завершенной работе? В шаломе или в уверенности видимого мира и всего, что тебя окружает? Адам, где ты в вере, в ожидании, что не воинством и не силою, а только духом моим? Или ты в попытках все исправить? Или ты опять думаешь, что ты являешься ответом на проблемы людей? Твои какие-то человеческие, плотские способности? Это вера называется. Вера – это сопротивление двух реальностей. Ты можешь ее чувствовать, но ты уже говоришь, что у тебя ее нет. Потому что Дух Святой со своей свободой и законом Духа внутри не начнет тебя освобождать и не даст тебе истинную свободу, если ты не начнешь, если ты не переведешь свою уверенность, чувств с видимого в невидимое. А сатана пытается увести тебя в невидимое. Господь тебя тащит в невидимое и говорит, будь уверен в моей работе, в завершенной работе. Будь уверен, что тебе есть подобие. Будь уверен, что ты образ и подобие. Будь уверен, что ты со мной одно. Будь уверен, что ты как я. Ты такой же, как я. Будь уверен, папа добрый, папа любит. Что делает сатана? Да нет, не такой он любящий. Если бы он был бы любящий, не болел бы. Если бы он был бы любящий, не было бы войны. Не правда ли эти вопросы звучат в человечестве сегодня? Если бы он любящий был бы, разве болел бы там ребенок какой-то? Если бы он любящий был бы, разве... Нет, он любящий, он есть любовь, он папа, он добрый папа. То, что эти ситуации происходят, не свидетельствует мне, и я не собираюсь принимать ложь на своего отца. Мой отец добрый, мой отец любящий, он благой, он самый добрый на свете, он не является источником зла, он не является, он есть свет, Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы. Вся тьма произошла не от него. Это не он дал нам эту тьму. Второе. Сатана говорит, да нет, посмотри на себя, какой же ты образ его. Как же ты говоришь, что ты во Христе, что ты с ним одно. Да ты глянь на себя в зеркало, да? Ты посмотри, ты вон, ты совсем на него не похож, и ведешь себя не как он. А ты ему в ответ скажешь, нет, образ и подобие во мне. Я как он, я в нем, я с ним одно. И я нахожусь в этом процессе возрастания. И я не тороплюсь в этом процессе. Я вам хочу сказать, друзья, я не тороплюсь расти. Я хочу больше поцелуйчиков. Детям нужно вырасти в любви. Хватит забирать у детей Божьих детство. Если не станете, как дети, не сможете. Хватит забирать у детей Божьих детство. Дайте нам побыть детьми. Дайте нам поцелуйчиков побольше. Да проявимся мы еще как сыновья успеем. Да произойдут многие вещи еще с нами. Знаешь, Иисус до 30 лет никого не воскрешал. Что, думаете, не умирал никто за это время? Вообще говорят, что у него Иосиф до этого времени, когда Иисус вышел на служение, Иосифа уже не было. Что, Иисус не мог воскресить своего отца? Что это он столько чудес, столько не проявлял? Да дайте нам вырасти в конце концов. Проявятся сыновья. Я не знаю сегодня тех сыновей, которые выросли в любви. Сироты одни. Которые рвутся в чудеса, рвутся быть проявленными больше. Дайте себе вырасти в любви. Дайте вырасти в познании себя. Дайте вырасти в познании Бога себя. Разберите, что такое первый грех. Научитесь ходить в вере. Научитесь ходить в невидимом. Научитесь быть в ожидании. Не переживай, ты будешь проявлен в грани твоего предназначения. Все будет. Ты успеешь везде. Это уже у тебя есть. Никто не заберет твое наследство. Никто не заберет твое предназначение. Никто не заберет твое пребывание в нем. Никто никогда не отлучит тебя от любви, если ты сам не захочешь этого. Возрастайте в любви. Не позвольте сатане обмануть и привести в первый грех. Еще раз, что сказал Павел? Боюсь, чтобы, опасаюсь, так скажем, как сатана обманул Еву, так и ваши умы не отклонились бы. Что он сделал с Евой? Обманул ее в плане отца, обманул ее в плане своего бытия, ее натуры. И обманул ее, перевел ее взгляд на видимый мир. И сделал видимый мир, реальность. Открылись у них глаза, и увидели они, что наги. Открылись глаза, и поверил в свой диагноз. Открылись глаза, и вдруг увидел, да все-таки не обогатился я через его нищету. Вот моя реальность. Да все-таки я грешник, я чувствую грех. Открылись у него глаза. Не позволяйте стащить себя в это. Не позволяйте стащить себя в видимый мир. Не позволяйте ему обмануть нас. Я видел, что произойдет пробуждение, которого еще не было никогда на этой земле. И когда я спрашивал, как это произойдет, он сказал мне, что это произойдет через людей, которые погрузились в истину. Они позволили истине изменить их. И он выберет этих людей проявиться через них. Это священство Манхаседека. Это церковь. Это очень славная церковь, которая будет проявлена. Может быть, это не вся церковь будет. Я не буду утверждать, сколько этих людей будет. Но будет очень сильное проявление сыновей. Сыновья очень сильно проявятся. Поэтому сыночкам, сыновьям нужно вырасти. Это будет проявлено. Это подготовка. И тогда придет Господь. Будем говорить на эту тему, что такое смирение. Почему смирения так много говорится. Как это понять. Начнем дальше двигаться в теме смирения. Что же такое смирение. Бог смирен нам дает благодать. Все мы хотим благодать. Нам нужна благодать. Что же нам надо сделать, чтобы Он дал нам благодать. Как же нам надо смириться. В чем же это? Что же за смирение? Вот сейчас будем разбираться, в чем смирение, а в чем гордыня. А смирение – это принять образ мыслей Иисуса Христа в взоре на себя, на Него и на окружающий мир. Другими словами, смирение – это принять завершенную работу. Опять 25, да. Опять о завершенной работе Христа? Да, конечно. То есть, другими словами, смирение – вера. Наша вера. Наша уверенность в невидимом, наша вера в завершенную работу Христа. Наше соединение с этим, принятие – это и есть смирение. Смирился ли я во всех сферах своей жизни с истинной завершенной работой Христа? Смотрите, как проявляется смирение. Или несмирение. Давайте скажем. Так, кто такой несмиренный человек? Несмиренный человек – это тот, который делает своей реальностью больше видимый мир, свои ощущения, свои понимания. Более, чем невидимый мир, который связан с истиной. О том, что он все уже совершил и находится в покое, и находится в шаломе. И человек, который не принимает, друзья, человек, который не принимает взгляд Бога на себя, гордый. Он может иметь очень смиренную мордашку даже. Он может даже плакать перед Богом. Он даже может занять позицию смирения на коленях. Он может сказать, я смиряюсь перед тобой. И он может быть в 125-м дне поста, причем сухого, и ставить это как первопричину своего. Ты видишь, как я уже смирил себя. Ну, давай, 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 проявись. Прояви славу, прояви благодать. Человек, который ставит первопричиной своих отношений с Богом свою плоть, есть несмиренный человек. Такой человек не смирился перед истиной в завершенную работу Христа. Такой человек гордый. На самом деле, друзья, благодать, она лишает человека гордости. Она лишает человека способности к гордыне. Понимаете, почему? Нечем гордиться. Нечем гордиться. Ничего из того, что я имею, не пришло ко мне через мои способности. Я вообще не участвовал в этом. Это произошло без рук человеческих. Поэтому человек, который не принимает истину о завершенной работе Христа, горд. Это гордость Нового Завета. Человек, который ставит первопричинами своих благ и отношения с Богом в свою плоть, в свои усилия, в свои жертвы, в какие-либо формы своего действия, гордец. Гордость предшествует падению. Поэтому мы сегодня видим, как особенно самоправедные люди, которые думали, что они справились своими грехами, вдруг всплывает, что у них у того и у того, и пятый, и десятый. Этот тем, а этот том. Я не удивляюсь сегодня, когда и не осуждаю тех людей, которые падают. Человек, который не знает истину, который не ходит в свободе, не знает истину о совлечении греховного тела и не живет в этой свободе, не может быть свободен. Поэтому он обязательно где-то проявит свою несвободу. Смиряться нужно друг перед другом. Есть эти моменты, учит Господь нас этому. Но смирение друг перед другом, перед человеком, так скажем, является следствием смирения перед Богом. Еще раз повторю мысль. Никогда, или так скажем, неправильно смирение перед человеком ставить как первопричину получения благодати. Смирение перед человеком – это плод смирения перед Богом. Поэтому покоритесь Богу, а потом только противостанете дьяволу, следствие. Понимаете? Это все следствие. Ты не можешь не покориться Богу и жить в смирении перед человеком. И служители, если кто-то слушает меня из постарей. Это бесполезно просить от человека, который не имеет свободы в характере своем. Он не свободен, потому что он еще живет в законе греха. Просить от него смирения. Поэтому человеку, от которого мы потенциально ожидаем смирения, в этом уровне, в этом уровне, невозможно требовать смирения от человека, который не смирился перед Богом. Понимаете? Я так пережевываю эту мысль специально, чтобы ее можно было понять. Хорошо. То есть человек, подчеркиваю, который принял истину о победе над грехом, получает силу поступать правильно по отношению к старшим. Конечно, я знаю людей, которые знают истину, но ее в ней не живут. Это совсем другое. Еще раз я хочу подтвердить мысль. Быть смиренным – это не просто узнать, это начать жить в этой истине. Друзья, вот что значит смирение. Смирение – это быть уверенным больше в том, что он совершил на кресте, чем в том, что я вижу здесь в видимом мире. Вчера у нас была тема о первом грехе, что сделала Ева в Эдемском саду. Она не смирилась, она проявила гордость. Поэтому гордость предшествует падению. Ева и Адам упали, падение произошло, Ева и Адама. Почему? Потому что пришла гордость. Что такое гордость? Сделать видимый мир большей реальностью, чем истинной. Что такое смирение? Сделать невидимый мир и находиться в ожидании, когда из невидимого это придет. Видимый, связанное с его расписанием, с божественным расписанием. Это и есть смирение. Смирение – это быть уверенным в невидимом мире и быть в ожидании. Смирение – это вера в завершенную работу. Смотри на сына, который принес благодать. И мы видим, еще раз я хочу подчеркнуть. Сара – это прообраз церкви. Сара – прообраз нас сегодняшних. Хорошо, что сделала Сара? Она смирилась с 90-х годов и приняла букву «Хэй». «Хэй» – это благодать. Знаете, на что это похоже? Сара – это прообраз церкви. Покуда церковь не смирится, ей нужно было принять «Хэй». Ей нужно было принять завершенную работу. Ей нужно было войти в покой. Он все совершил. Ей нужно было прийти в осознание, кто она. Ей нужно было прийти в жизнь с Богом, в единение. Ей нужно было смириться перед истиной, перед благодатью. Но нет. Церковь побежала, сломя голову, как Сара. Родились измаилы, которые сегодня мешают войти в обитованную землю. Родились неправильные учения, родились вот эти все учения о десятинах и так далее, которые ничего общего не имеют с благодатью. Давайте представим такой прообраз. Дух – это Авраам, душа – это Сара, а тело – это Агарь, служанка. Она служит. Агарь. Что делает иногда наша душа, Сара? Наша душа иногда, когда проснется, иногда, да? Так бывает. Просыпается человек. Вчера вечером еще был абсолютно счастливый. Послушал тему о завершенной работе. Принял истину о благодати. У меня уже все есть. Ох, принял вечерю. Согласился с этой истиной. Взял, выбрал смотреть в невидимое, быть в ожидании. Утром проснулся и чувствует, что-то не то. Что-то мне как-то нехорошо сегодня. Чувствую, денег нет. А что-то тут покалывает, а там чешется. И твоя душа начинает играть с тобой дурную шутку. Душа – она тоже Сара. Слушай, помнишь, как первое имя Сары переводится? Госпожа моя. Вот душевное христианство – это люди, которые живут душой, а не духом. Дух человеческий – носитель истины. Душа – это способ выражения моего духа. То есть душа тобой может руководить, и она может тебе говорить, что есть правда. Это душа, зачастую душевные люди – это люди, которые покоряются чувствам, которые покоряются душе. В их жизни душа, Сара, становится главной. Я чувствую, что я Бога не чувствую. Значит, Бога нет. Это душевные люди. Люди, которые живут отсутствием ощущения Бога – это душевные люди. Полагать основания каждого дня на чувствах, на видимых, на кританциях, на каких-то ощущениях, на каких-то событиях. Это не является истиной. Человек, который живет видимым миром – не смиренный человек, гордый человек. Смиренный человек, тот, который в смирении, помните, ЦАДИ, 90, тот, который принял завершенную работу. Что нужно сделать в смиренной душе? Помните, я сейчас читал с вами? Вот душа надменная не успокоится. А я не чувствую Бога. У меня в душе беспокойство. Мне несколько человек написали подобные сообщения. Я чувствую беспокойство. Вы чувствуете беспокойство, потому что вы до сих пор не покорили свою душу. Вы до сих пор душевный человек. Вы водитесь своими ощущениями. Вам надо свою душу, Сару, покорить истине. Каждый день тебе нужно наставить себя в истине. Каждый день в своей душе, в своем разуме тебе нужно сказать истину. Тебе нужно покорить каждый день свою душу. Если она с тобой шалит. Если она не дает тебе находиться в правильном состоянии. Ты должен каждый день. Я иногда это делаю по несколько десятков минут. Я каждый день прихожу к осознанию. Так, я умер. Я исцелен. Через нищету я обогащен. Я прихожу, я покоряю свою душу, свою Сару. Меня спрашивают, как пережить Дух Святой. Еще раз хочу сказать эту мысль. Послушайте внимательно. Ни один человек, который не покоряется истине о Евангелии, о Христе Распятом, не будет переживать полноту Святого Духа, который уже днем находится. Потому что такой человек живет видимым миром. И, знаешь, внутри себе того самого Бога, который внутри нем, он накрывает медным тазиком своих ощущений, своей веры в видимый мир. Вот первый вопрос, который сегодня был в теме, что такое пост. Мое понимание поста вот какое. Пост – это время смирения души. Ничего другого в Новом Завете пост не должен носить. Никакого другого значения. Это особенное время, в которое ты можешь уделить, отсоединившись от работы, от какой-то суеты, от телевизора, от интернета. Погрузить себя в истину и привести свою душу в покорность Евангелию, разжечь светильник истины. Я заметил, что когда я удерживаю себя от еды какое-то время, мне легче сконцентрировать себя на Евангелии. Может быть, у кого-то это не так. Я предлагаю свое понимание, друзья. Только лишь свое понимание сейчас. Мы были на море с семьей. У нас была палатка, кемпинг. Это не во сне, это было наяву. И ночью ко мне пришел, одну ночь ко мне пришел ангел, ангел мудрости. И он всю ночь открывал места Писания и говорил мне, ты должен знать, на кресте произошло, на кресте произошло. Знай это и научи это. Господь просит тебя, повелевает даже мне, сказал, учи об этом, насади это в церковь, принеси это в церковь, что Иисус на кресте совершил все. В следующую ночь я вижу сон. Я вижу сон. Мы как раз спали в этой палатке. У нас большая, хорошая палатка. И мы спали, у нас было шесть человек в этой палатке. На самом деле. И во сне я вижу себя и всю свою семью, у нас шесть человек. Мы спим в палатке. И вижу, как с моря надвигается сильнейший шторм. И я вижу себя же со стороны и понимаю, никто не сможет избежать этого шторма. Этот сон был два года назад. Я понимал, что приближается то, что никто не сможет избежать. И я был в таком состоянии, как бы ожидание, что произойдет. Потому что мы в палатке, а шторм идет. Мы возле берега моря. Я вижу, как этот шторм, как цунами сметает все на своем пути. Сметает домики, которые стояли на этом пляже, людей, которые спят в палатках. Все это кувырком уносится в море. Происходит сильнейшее разрушение. Два года назад. Я смотрю на нашу палатку, а наша палатка даже не двигается. Она даже не сдвигается. Даже волосиночка на палаточке не движется. Мы спим себе спокойненько. Я задаю вопрос Господу. Господь, что произошло, что нам не навредил этот шторм? И я слышу, как он говорит мне, сын, посмотри, что держит твою палатку. И я начинаю смотреть. И я вижу, что моя палатка держится одним колышком. Моя палатка держалась всего лишь одним колышком, который был в виде креста. И когда я посмотрел на этот колышек, он сказал, моя работа на кресте. Единственная возможность быть сохраненным от тех ситуаций, от тех катаклизмов, проблем, которые грядут в этот мир. Твое пребывание во мне через работу Христа, твое сораспятие со Христом и совоскрешение, пребывание во Христе единственное защищенное место. Ты должен знать это. И Господь сказал мне тогда, что будут события, которые будут разрушительнее для этого мира. Удивительно, что в этом году этот пляж находится в Приморье, в Владивостоке. В этом году этот пляж был очень спокойный, он был в такой хорошей бухте. Там была сильная инфраструктура, миллионы вложили там эти предприниматели. Столько было крутых домов. Пляж был. Самый развитый пляж, который мы видели там. В этом году летом был шторм, который был первый раз за 50 лет. Первый раз за 50 лет. И он снес полностью, физически этот пляж, снес полностью весь этот пляж, как я и видел в своем сне. Спустя какое-то время я вижу еще один сон, в котором Господь мне говорит. Я хочу тебе объяснить, Он мне говорит. Хочу тебе объяснить, как проявится слава в исцелении, как вы увидите много исцелений. И Он мне говорит, первое, что тебе нужно знать, что ты во Христе. И когда ты возлагаешь руку на какого-то человека больного, не ты возлагаешь на него руку. Он мне сказал, это я возлагаю на него руку, так как ты во мне, мы с тобой одно. Поэтому Он сказал мне, тебе нужно убрать свои потуги и не считать свои заслуги первопричинами исцеления этого человека. Он сказал мне, как только ты уберешь все первопричины свои, всю свою смиренность, всю свою молитвенность. Уберешь как первопричины исцеления, я начну исцелять через тебя. Он сказал мне, перестань напрягаться в этот момент. Третье, это что Он мне сказал. Пойми, в исцелении людей ты вообще ни при чем. Он мне так и сказал. Ты вообще ни при чем. Твоих заслуг здесь вообще нет. во имя Иисуса. Не выдавливай больше из себя исцеление. Я смиряю свою душу. Хватит мне жить видимым миром. Хватит мне кушать этот запрет на плод. Хватит мне постоянно принимать видимый мир и соглашаться с ним и делать его своей реальностью, своей правдой. Видимый мир – это факты, но не истина. Истина – это Иисус распятый, и я вместе с Ним. Я покоряю свою Сару и говорю, Сарочка, душа моя, смирись. Я знаю, что этот, видимо, мир не является истиной. Истиной является то, что я имею во Христе. Поэтому я смиряю свою душу, разжигаю светильник истины в своей душе и начинаю переживать фимиам, его присутствие внутри себя. Человек, который не переживает дух святый внутри себя, это человек, который до сих пор живет в видимом миром. Других причин нет. Душа надменная не успокоится. Если твоя душа не успокоилась, она не переживает радость, правильность мир, значит, она надменная. Поэтому, друзья, нам всем нужно прийти к понятию Сара и перестать, и наша душа должна перестать быть хозяйкой в доме. Пусть там Слово Божие хозяйничает, а не эмоции, чувства, истерики и денег нет. Ой, у меня все чешется, у меня все плохо. А-а-а! Ну, ты душевный. Твоя душа надменная, она не принимает истину, она так и не успокоится никогда. А праведник, цадик, верою жив будет. Но подчеркну, верой в сораспятие, в сороскресенье и все то наследие, которое мы имеем во Христе. Праведник, верой, что мы новое творение, одно со Христом, жив будет. Праведник, верой, что мы во Христе, уже новое творение и старое, все прошло, теперь все новое. Друзья, послушайте, неправильное понимание приводит нас к неправильным ощущениям. Неправильное ощущение и понимание приводят нас к неправильной практике, христианской практике. Неправильная практика обворовывает качество нашей жизни лично с Богом, в семье, с нашими детьми, церковной жизни и так далее. Мы говорили с вами, что человек, который не живет с Богом, в единении с Богом, не может быть плодоносным. И зря апостера все ругаются на церковь, на людей, которые не имеют жизни, они ищут от них плода. Очень важно изменить наше мышление, наше понимание, привести в соответствие с разумом Христовым. Наше мышление привести в соответствие с истиной, с мышлением нашего жениха, нашего Господа. Послушайте, это истина о кресте. Это самое главное, что только могло бы появиться во Вселенной. Но эта самая истина имеет огромную силу преобразить жизни каждого человека. Но с одним огромным условием. Эту истину нужно растворить верой. Нам нужно не просто драгоценные знать о том, что мы где-то были распыты со Христом. О том, что мы там были обрезаны. И о том, что мы воскресли со Христом. Нам нужно начать жить так. Послушайте, мы ищем пробуждение, мы ищем проявление славы. Мы хотим, чтобы Бог проявился. Бог проявился. Бог проявился. Бог проявился. Он не проявится никак иначе, как через новое творение. Через этого одного нового человека, который со воскрес со Христом. Он ищет людей. Но поверьте, мы начнем видеть очень сильно, как ангельский мир будет очень сильно двигаться. У нас происходила встреча с ангелом, который весь в крови был. Он был весь в крови. И этот ангел, Господь показал его мне и сказал, что этот ангел будет высвободить. Он был весь в крови. Он был весь наполнен кровью Христа, этот ангел. И он ожидал двигаться в дарах силы, в дарах исцеления. Господь сказал мне, что этот ангел исцеления, и он очень сильно будет двигаться. Дорогие, в эти ближайшие годы мы будем видеть, как очень сильно вот эта сфера ангельской активности, которая будет высвобождать новые органы, будут высвобождать сверхъестественные чудеса, которых мы еще не видели, в исцелениях, в разных сферах начнет двигаться. И первой причиной соединения с этим ангельским миром всегда является крест. И наше сораспятие со Христом, наше соединение с этой смертью является единственной причиной того, что отрезывается от нас все негативное, все, что мы получили от Адама. Это единственная причина, где мы соединяемся с ангельским миром. Это единственная причина, где происходят похороны, где мы хороним греховную натуру, где мы хороним нашу принадлежность к Адаму, к тому ветхому человеку. Нас ничего больше с ним не соединяет. Нас ничего больше с ним не соединяет. Я хочу вам сказать, что мы в ближайшие годы будем видеть очень много проявленных слав. Той самой, которую я видел в своих видениях о пробуждении. Той самой славы, которую он приготовил от вечности. Эта слава проявится в нашем отождествлении с воскресшим Христом. Перед сном я молился и говорил, Господь, дай мне ключи к исцелению людей. Я хочу видеть, как дары исцеления начнут действовать очень сильно в церкви. Я сказал, Господь, дай мне ключ. Какой главный ключ к тому, чтобы люди исцелялись? И я услышал такие слова. Он сказал мне, если ты хочешь видеть, как слава в исцелении будет проявляться могущество, он сказал мне, первое, что тебе нужно, тебе нужно осознать себя во Христе. Он сказал мне, тебе нужно считать себя во Христе, одно со Христом. Второе, он мне сказал, прям по пунктам перечислял, он сказал второе, когда ты будешь возлагать руку на больного человека, ты должен знать, что ты ни при чем для его исцеления, ты вообще ни при чем. Он сказал мне, удали себя абсолютно с этой аренды. Пойми, что ты не являешься причиной исцеления человека. Третье, он мне сказал, когда ты возложишь руку на человека, в этот момент на него возложат руку новое творение. А значит, сам Иисус будет возлагать руку. И он мне сказал, осознай себя частью одного нового человека. И тогда ты начнешь видеть, как слава будет проявляться в исцелении. И когда ты будешь молиться за человека, пойми, не ты молишься за него, но молится новое творение, а то есть Иисус. Вот что мне было сказано. Вот что сказал мне еще Господь. Он сказал мне, что будут воскрешения мертвых в ближайшие сезоны, мы будем видеть воскресших мертвых. Он сказал мне, что когда придет время, когда ты увидишь человека, который умер перед тобой, поверьте, растворите верой сейчас эту мысль. Когда ты увидишь мертвого человека или человека, который умер, и тебя позвали, или у тебя появилась возможность молиться за этого человека, первое, то, что тебе нужно понять. Смерть Христа является причиной победы над смертью. Не твоя особенная молитвенная жизнь. Хотя я не говорю, что не надо молиться. Я всегда подчеркиваю, я стараюсь много молиться. Я стараюсь целый день находиться в молитве. Не твоя какая-то особенная накачанная вера является причиной воскрешения мертвых. Первое, то, что тебе нужно будет понять. Когда ты начнешь возлагать руку на человека и будешь воскрешать его из мертвых, тебе нужно понять. Смерть Христа стала причиной победы над смертью. Поэтому этот человек должен не умирать. Он уже может не умирать. И тебе можно будет противостать духу смерти и приказать отпустить его душу. И на основании того, что Иисус в Хевронии на кресте разрушил смерть, смертью смерть попрал, тебе нужно будет противостать смерти. Перед этим умирающим или умершим стоишь не ты. Стоим не мы в этот момент. Перед ним стоит новый человек. Который не ты новый человек. Перед ним стоит громадина, огромный новый человек, у которого глава Иисус под главою Христом. И ты от имени Иисуса, во имя Иисуса, от имени этого одного нового человека, этого священства Милхаседека, который и является ответом данным от Бога на все проблемы, которые пришли через Адама, которые пришли от сатаны, мы, этот новый человек, являемся ответом. Отождествляй себя с этим новым человеком. Освободи себя от всех потугов, от всех каких-то вот этих вот человеческих вот этих вот напряжений. Будь очень свободен в этот момент, я осознаваю. Только лишь из-за того, что ты воскрес, сам воскрес со Христом. Я настолько начал работать со своим разумом, со своим сердцем, я не рассматриваю себя без него. Я рассматриваю себя в нем. Куда бы я ни пошел, когда бы я ни проснулся, что бы я ни делал, я осознаю себя постоянно в нем. Я слышу сегодня искажения вот этих вот, вот этих понятий. Я слышу сегодня, когда люди говорят, да вообще ничего не надо делать. Да церковь не нужна. Да не надо посвящаться. Да не надо поститься. Не надо так далее. Слышите, они говорят, нам ничего не надо делать, чтобы, они проповедуют, что нам ничего не надо делать. Услышьте меня правильно. Я говорю, я учу о том, что первопричиной всех наших благ является его жертва. но слушайте, но в тот момент, когда мы возьмем его работу на кресте и начнем ходить в ней, верить ей в нее, в растворимую веру и начнем ходить во Христе, проявляя славу, это потребует от нас посвящения. Наша посвященность, наша жертвенность, это следствие, это плод. Это плод. И без этого никогда не получится ничего. Я не знаю, как у вас, у меня есть дети, и я видел, как мои дети рождались без сознания. То есть, их ум, они не осознавали принадлежность к моей семье. Они не осознавали себя, так скажем, русским, евреем. У них не было никакой принадлежности. У них не было никакого осознания. Детям нужно вырасти в осознании. Если ребенок растет среди собак, он вырастет малый. Так вот, драгоценно, когда мы с вами родились, воскресли, со воскресли со Христом, мы какое-то время не осознавали свои принадлежности, своего бытия, своей анатомии, своего, так скажем, своего рода. Но время возрастания, когда дети возрастают, они все больше и больше осознают, кто они. Так вот, я верю, что сегодня время осознания нашего нового творения. Время, когда новое творение приходит в осознание, кто же мы, какая наша принадлежность, кто наша голова, где мы находимся, что мы имеем. Голгофов — это место соединения с ангельским миром. Интересно, что в моей жизни началась активная встреча с ангелами, активная встреча с небесными сферами именно в тот момент, когда я погрузился в откровение, что я умер со Христом, я сораспялся со Христом, и я был отрезан от Адама, и началась вот эта вся ангельская активность. К своему удивлению обнаружил, что даже в этой церкви, где я являюсь пастором, к своему нереальному сожалению, я обнаружил здесь на протяжении нескольких лет нет ни одного собрания, где бы я не говорил о завершенной работе, где бы я не утверждал о том, что произошло, 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 крест, крест, все совершил. К своему удивлению, я вижу небольшое количество людей, которые растворяют верой и начинают жить в соответствии с этим словом. Если мы хотим увидеть перемены в церкви, то единственная возможность увидеть перемены, это не просто слышать слово, но растворить его верой и начать жить в соответствии с тем, что говорит Писание. Я слышу, как Дух Святой говорит ко мне, он говорит мне такие слова, ты должен знать, священство Милхасидека считает себя одним со Христом. Он говорит, священство Левия до сих пор приходит ко Христу, а священство Милхасидека говорят, я во Христе и я с ним один новый человек, я новое творение со Христом. Но, к сожалению, люди сегодня, они не хотят брать вот эту истину о Христе. Им нужен волшебник, им нужен особенный волшебный человек, который особенно приближен к Богу, и вот это ветхозаветное мышление, мышление Левия, оно распространяется. Если мы хотим увидеть перемены в Церкви, то единственная возможность увидеть перемены это не просто слышать слово, но растворить его верой и начать жить в соответствии с тем, что говорит Писание. Нам нужно перестать отождествлять себя с Адамом, нам нужно перестать видеть себя вне Христа, нам нужно начать видеть себя соединенным с воскресшим Христом, осознавая себя одним новым человеком под главой Христом. Послушайте, мы ищем пробуждение, мы ищем проявление славы, мы хотим, чтобы Бог проявился, Бог проявился, Бог проявись, Бог проявись. Он не проявится никак иначе, как через новое творение, через этого одного нового человека, который со воскрес со Христом. Он ищет людей. Если ты неправильно поймешь, что такое гнев Божий, у тебя сложится неправильное представление о нем, неправильное представление об отце, неправильное представление отце рождает неправильную практику, и дальше качество жизни страдает. Хорошо, что такое прощение? Покаяние. Эта тема очень сплетена между собой. Я попробую открыть сегодня эту тему. Столько мест Писания, которые говорят, Бог простил, Бог простил. Что это значит? Что значит, что Бог простил? Первое, к чему нам нужно подобраться в этой теме, он никогда не был в состоянии, которое мы себе представляем, которое переживает человек. Гнев человеческий не такой, как гнев Божий. А какой гнев Божий? О Господи, сколько я слышал этих проповедей, учений, где человеческий гнев засовывали в божественный гнев, где пытались объяснить, нависовать гнев Агнца? Это такого мужика, который, знаете, разгневался. И вот эту форму гнева человеческого вдруг причисляют к божественному гневу. Но, друзья, этого делать нельзя. В этих сферах мы, может быть, не понимаем, что такое гнев Божий. Но это точно не человеческий гнев. Это точно не выпущенная губа от злости. Так вот, и гнев, и непрощение человеческое ничего не имеют общего с Отцом нашим, с Богом нашим. То есть, Бог никогда не надувал губу, Он никогда не находился в этом состоянии злости, у Него никогда не было этой горечи, Он никогда не находился в состоянии, ах, вы гады такие, я же вам сейчас устрою, вы что ж нервы-то мне трепете. Бог никогда не находился в непрощении в понимании человеческом. Так о чем же тогда идет речь? Друзья, это аксиома. Нельзя Богу приписывать человеческие характеристики в этих сферах. Друзья, что же, о чем идет речь? Почему Иисус просил, молитесь, чтобы были прощены долги? Друзья, о чем идет речь? Речь идет о прощении долгов. То есть, другими словами, можно было сказать так, Отец, Бог, у нас есть долг. О каком долге идет речь? А вот теперь внимательно послушайте. Речь идет о долге. Долг, в который нас всех завел Адам. Это долг перед законом греха и смерти. Когда мы читаем с вами такие местописания, что мы не под законом, а под благодатью, речь здесь идет не о том, что мы, знаете, теперь в беззаконии находимся, теперь у нас нет никаких правил, и мы теперь делаем, что хотим. Нет. Речь идет в этом случае, когда написано, мы не под законом, а под благодатью, что во Христе над нами перестает давлеть влияние долга перед законом греха и смерти. законы всегда будут, всегда у Бога будут правила в нашу жизнь у Отца. Это можно, это нельзя. Беззакония анархии не будет никогда. Будут всегда ограничения, которые он даст как русло реки. Так вот, Адам согрешил, а как мы с вами говорили, мы были в Адане, так говорит Писание, когда Адам согрешил. И все мы в Адам стали должны закону греха и смерти отдать свою жизнь. Попали под статью и стали должниками. И все мы были должны жизнь свою отдать. Должно было произойти две смерти. Первая смерть отделение от Бога здесь в жизни в плоти. Вторая смерть отделение от Бога после жизни в плоти. Поэтому это преследование закона и являлось долгом, про который говорит Иисус в молитве Отче наш, прости нам долги наши. Другими словами, слово прости, отпусти, реши что-то, как-то сделай это. Теперь давайте поймем следующую мысль. Господь Бог наш есть судья справедливый, Он не коррупционер, Он не такой, как наши человеческие судьи, которых одних осуждают, других помилуют, просто на один закон наплюют, там, где надо, его употребляют. Нет. Закон не отменяется, внимательно. Закон греха и смерти не отменяется. Я думаю, что никогда не отменится. Отменяется преследование этого закона, потому что, если отменяется закон, отменяется свобода. Закон останется всегда закон греха и смерти, потому что будет всегда выбор, любовь всегда даст выбор. Что делает отец? Отец знает, что он справедливый судья, и он не может отменить просто законы. Он не может просто сказать, ребята, мы так больше не играем, все, раньше был этот закон, а тут у меня мой сыночка Адамчик попался, сделал что-то неправильно, мы отменяем законы, мы меняем законы. Это не человеческий судья, он оставляет законы, и он справедлив, он законодатель, он судья, он отвечает, он гарант конституции вечной. Преследование закона и была основная причина проблемы человечества. Что делает отец? Давайте я попробую сейчас объяснить, спустить на уровень человеческих пониманий. Давайте представим себе такую ситуацию. Вот представьте себе человеку, который честный человек, хороший, он судья, вот, и он есть законы в этой стране, и у него есть сын, который согрешает, совершает преступление закона, и отец, будучи вот любящим папой, а понимает, что он стоит перед выбором, да, он любит сына, и знает, что за это преступление сын получит наказание, смерть, и он не может потерять своего сына, он не может согласиться, что это может произойти, но и не может отменить законы, не может просто взять и сказать, законы отменяются, и вот Господь знает, что он не может отменить этот закон, этот человек, судья, знает, что не может отменить закон, приходит постановление, суд, сидит отец, перед ним сын, отец выносит вердикт, он продолжает любить своего сына, и никогда не поменяет в этом царстве, и сын осужден, и попадает в тюрьму на предварительное заключение, и ожидает смерти, и смерть растягивается в плане того, что он сидит и ждет, так вот, что делает отец, сын просит, пишет помилование, папа, прости, папа, сделай что-то, я не хочу умирать, что делает отец, он не просто отменяет законы, отец, Бог становится, принимает подобие плоти, подобие плоти человеческой, и вбирает в себя все человечество, и умирает, исполняет закон, закон не отменен греха и смерти, закон исполнился во Христе, и теперь мы вот этим, вот что делает Бог, он мистический, он сверхъестественный, он решил избавить нас от преследования закона, простить, вот так скажем, отменить это преследование, вот таким способом, не просто отменив закон, а он исполняет этот закон, но берет нас всех в себя, и принимает удары, умирает, принимая удары на себя, и берет удары смерти, как любящий папа, который берет ответственность за своего сыночку, друзья, вот что произошло с Агнецем, который был заклан до создания мира, отец, зная заранее, что сын совершит грех, берет на себя ответственность за сына, поэтому, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего, приходит Иисус, вбирает в себя все человечество, принимает все боли всех людей и одновременно этим он отличался от всех других распитых, которые когда-либо были распяты, это была самая больная, самая невероятная боль в мире, он принимает всю отверженность, все болезни и мучается, принимая все удары закона греха и смерти, и вот как приходит прощение, как приходит отпущение, как этому сыночке в тюрьме приходит облегчение, ему говорят, ты не будешь страдать, все, тебе закон греха и смерти не меняется больше тебе, как, как приходит это прощение, то есть вы поняли, прощение это не моральная составляющая Бога, прощение это решение проблемы перед законом греха и смерти, друзья, и вот этот сын принимает, должен принять Евангелие, а Евангелие заключается в том, что он, будучи богат, обнищал, он, будучи невиновен, взял на себя вину, он, любя нас, исполняет закон и принимает удары смерти на себя, и те, которые во Христе становятся, они как бы прячутся во Христе, они принимают это веры, и они становятся защищенными от преследования закона, что нужно делать теперь сыну, который находится в тюрьме, первое, ему нужно отправить евангелиста, к нему нужно отправить проповедь Евангелия, ему нужно, что за проповедь Евангелия, когда евангелист придет к этому сыну в тюрьму, он скажет ему, сын, отец передает тебе такие послания, я я люблю тебя, ты мой любимчик, закон греха и смерти преследовал тебя, и ты просил меня, чтобы я помог тебе, я не стал отменять закон, я исполнил его, я взял на себя удары этого закона, я как отец, имеющий с тобой одно, принял эти удары на себя, поэтому прими дар прощения, теперь к тебе больше нет претензий от преследования закона греха и смерти, что нужно теперь сделать этому сыну, ему нужно лишь поверить, поэтому прощение дано человеку еще до того, когда он об этом узнал, поэтому Бог простил весь мир, не вменяя людям преступлений, до того, когда люди еще родились и приняли эту истину, друзья, поэтому я хочу утверждать, что прощение никогда не может прийти через просьбу о прощении, понятие прости меня не приносит прощения, об этом чуть ниже я скажу, что такое покаяние, слушайте, Деяние апостолов 2.38, подстрочный перевод греческий, как в греческом написано, Петр же к ним покаятись говорит, и пусть крещен каждый из вас на имени или в имя Иисуса Христа, дальше, не для прощения, а в прощении грехов, так вот, здесь написано, не ко прощению грехов, а в прощении грехов, другими словами, прощение грехов уже есть, в него нужно погрузиться или принять это прощение грехов, Господи, как удивительно это понимать, хорошо, есть разница между людьми, которые жили до креста и которые живут после креста, согласитесь, так вот, очень часто в послании Иисуса звучат слова, которые обращены к людям до креста, после креста все исполнилось уже, Он говорит, молитесь же так, прости нам грехи наши, потом, когда висит на кресте, говорит, совершилось, я сделал, закончил, исполнил, все обетования Божьи на кресте, во Христе, да, и Аминь, они все исполнились там, поэтому, когда мы начинаем считать уже Новый Завет, мы видим там везде продолжение, мы видим там везде, как будто бы апостолы уже говорят, Царство Божие в нас, уже прощение произошло, я вам покажу некоторые противоречия между учением Иисуса и учением апостола Павла, когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши, а вот что говорит Павел уже, снисходя друг от друга, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы, так вот, в Новом Завете мы погружаемся истину, что Бог уже простил, что значит простил, он не убрал свою надутую губу и не разобрался со своим сердцем, потому что этого никогда и не было, он Бог, он любящий Отец, он всегда любил, любовь, все прощает, помните, любовь прощает, любовь покрывает, Бог есть любовь, ну как же он мог не ходить с таким обиженным сердцем, если он любовь, конечно, речь идет о законе, о преследовании закона, о последствиях грехопадения, поэтому в Новом Завете мы погружаемся в истину, что на кресте он уже простил, важно также понять, что прощение это отсутствие к нам претензий от закона, но все это мы имеем во Христе, во Христе, и если мы не принимаем Христа, если мы не соглашаемся с жизнью, если мы не принимаем верой Христа, мы остаемся добровольно, помните, я рассказывал про того молодого человека, сына, которого отец решил его вопросы, взяв на себя его вину и наказание закона, молодой человек, сын сидит в тюрьме, а давайте представим себе, если этот молодой человек не хочет выходить из тюрьмы, он не хочет выходить из тюрьмы, он, знаете, сдружился с зэками, он стал, сам зэком стал, он уже полюбил грех, и он уже не хочет жить без греха, человек греха он стал, такой человек разделит учить сатаной, поэтому есть такая фраза, что ад будет заполнен спасенными людьми, а давайте представим себе, что этот человек, находясь в тюрьме, к нему прибежали не евангелисты и не рассказали ему Евангелие, а к нему прибежали буддисты и рассказали ему вот такую новость, что вот так вот можно спастись, Харе Кришне читать по 35 раз, или сколько там, а к нему пришли мусульмане, сказали, ну слушай, на самом деле Мухаммед был последним пророком, и вот что он сказал, и этот человек, этот сын запутался в этих путях, в этих дверях, а есть только один путь, есть только одна дверь, это то, что он совершил для нас, он взял на себя преследование закона, поэтому, когда Писание говорит, что мы не под законом, а под благодатью, речь идет здесь, не о том, что мы теперь, знаете, вырываемся из всех ограничений, и мы теперь можем делать, что хотим, у нас вообще нет никаких законов, нет, речь идет здесь о том, что мы теперь не под законом греха, преследование, долг от закона греха, теперь не работает в нашей жизни, зачем тогда исповедание грехов, спрашиваю, хороший вопрос, но на него я отвечу чуть ниже, поэтому, пожалуйста, послушайте, друзья, прощение греха не может прийти без пролития крови, так Писание говорит, прощение греха не приходит через просьбу о прощении, прощение греха приходит через пролитие крови, то есть претензии закона или Бога, который является законодателем, судьей, который держит справедливости, и мы все на самом деле нуждаемся, чтобы он продолжал быть справедливым, потому что если вдруг он перестанет быть справедливым, этот мир беззакония погрязнет в хаосе, евреям 9,22, да и все почти по закону очищается кровью, без пролития крови, не бывает прощения грехов, но не бывает прощения грехов через просьбу о прощении, в чем Евангелие, Евангелие это не то, чтобы Бог сидит и требует покайтесь, иначе я вас не прощу, Евангелие это возвещение прощения грехов, вот в чем добрая новость, Евангелие это хорошая новость, Евангелие это проповедь о прощении грехов, евреям 9,22, да и все почти по закону очищается кровью, без пролития крови, не бывает прощения грехов, но не бывает прощения грехов через просьбу о прощении, то есть как мы себе представляли Бога, мы представляли себе такого личность, которая говорит, друзья, о ладно, друзья, друзья, он не говорит даже, он говорит, эх вы, вы такие негодяи, ах какие вы, не попросите у меня прощения, не прощу, и мы говорим, Господь, мы верим в Иисуса, потому что, вроде бы, верить надо, и еще почему-то вера в Иисуса вдруг смягчает сердце Бога, и он говорит, если вы поверите в то, что Иисус умер, еще и попросите у меня прощения, тогда я вас прощу, ну какая ложь, ну какое искаженное понимание на самом деле, я сейчас вам говорю это, но на самом деле я такое Евангелие слышал, я через такое Евангелие пришел, поэтому, друзья, что такое покаяние, покаяние, это не просьба о прощении, покаяние, это процесс, это процесс, и поверьте, покаяние у каждого из нас началось еще до того момента, когда мы вообще узнали о Христе, покаяние, это возвращение блудного сына к отцу, и друзья, теперь внимательно послушайте, мое понимание покаяния, покаяние, это процесс, который разделяется на несколько этапов, покаяние, это первое, осознание нужды в Боге, которое создает сам Господь внутри нас, вот я четко осознавал, что до 18 лет мне Бог даже не нужен был, я даже не задумывался, что Он есть, но вдруг в 18 лет я начал осознавать, есть Бог где-то, что-то мне нужен Бог, а где Бог, и я начал создать свою греховность, что это было, во мне началась шува, Дух Святой начал обличать меня, это Дух Святой начал производить во мне, это желание, эти осознания, и да, Дух Святой начинает с нами покаяние, никто не может прийти к Отцу, если Отец не привлечет, если Отец не сделает это, если Дух Святой не совершит это, и да, первое, что совершается в покаянии, Дух Святой обличает человека в его неспособностях, в его греховности, он вскрывает, он говорит, посмотри, тебе нужен ответ, и человек начинает искать ответ, что же такое, что, почему, как так, и слава Богу, если у человека появляется евангелист, поэтому очень важно проповедовать Евангелие, всем евангелистам посвящается, начните со всей силы проповедовать Евангелие, сколько таких молодых людей, как я, попадают буддистам или с каким-то другим, в какие-то другие сферы их заводят, блуждают по ложным путям, вот первое, в покаянии, это когда Бог обличает наше сердце, и Он говорит, тебе нужно, тебе нужно осознать, что-то не так с тобой, друзья, почему Бог, я верю, что Он обличает человека в грехе, потому что, если человек не осознает своего греха, ему и не нужен будет ответ, это первое, что делает Отец, следующее, что происходит в покаянии, в шуве, в возвращении к Богу, помните, что сделал молодой юноша, грешивший, согрешивший против отца своего в плече, он сказал, пойду к отцу моему, и скажу, я согрешил, вы чувствуете, какое у него было сожаление в грехе, и вот, я помню, я начал осознавать, как этот молодой юноша, я пойду к Богу, мне нужен Бог, я знаю, что я грешил, и у меня вдруг пришло осознание, я грешил всегда против Бога, я не понимаю, как это со мной происходило, но я смотрел на звезды, и понимал, Бог есть, я смотрел на дерево, и оно свидетельствовало, есть Бог, а я не знаю его, где он, я хочу вернуться к нему, он нужен мне, и покаяние всегда будет сопровождаться слезами, настоящее покаяние, шува, будет сопровождаться осознанием, я согрешил против отца, да, состояние, осознание, сожаление в грехе сопровождает любое покаяние, и должно сопровождать покаяние, сожаление в содеянном, осознание, это неправильно, а вот теперь слушайте дальше, интересное, следующая часть покаяния, это возвращение к любящему папе, который уже простил, поэтому еще раз повторю, мое понимание покаяния, это сердце человека, которое осознает, что ему нужен выход, сожалеет в этом, осознает это, обращается к Богу, но обнаруживает Бога, Которого уже простил, и ему придется принять свидетельство Святого Духа о том, что Бог уже простил, скажете, дайте нам местописание подтверждающее, хорошо, я все сделаю, друзья, ради вас, первое послание Иоанна, мы читаем, я прочитаю вам в подстрочном греческом переводе, богословское сообщество считает так, что синодальное Библия, это не Слово Божие, не пугайтесь, это Слово Божие, но Словом Божием называется оригинальный текст, вот это Слово Божие, а любой перевод это все-таки чья-то интерпретация, это чье-то объяснение, это чье-то толкование, поэтому синодальный перевод это толкование чье-то, хотя я считаю самое красивое, самое вкусное толкование, ну так вот, хорошо, первое послание Иоанна, мы читаем, я прочитаю вам в подстрочном греческом переводе, это Библия про Байбл, для тех, кто интересен, это значит, онлайн Библия, называется про Байбл, на английском языке пробайбл.ру, вот здесь, в этом подстрочном переводе, написано так, если исповедуем грехи наши, верный есть и праведный, что простил нам грехи наши и очистил нас от всякой неправды. Интересно, да? В синодальном переводе он простит и очистит в будущем, потому что православное мышление еще не имеет, они обоживаются, они еще достигают, они еще освящаются, они этого не имеют, они к этому идут, а истина говорит о том, что во Христе мы уже это имеем, поэтому здесь он говорит, если мы исповедуем грехи наши, есть верный и праведный, который простил нам грехи наши и очистил нас от всякой неправды в прошедшем времени. Вот такая вот интересная мысль. Теперь затронем еще один момент про исповедуем грехи. Что значит исповедуем грехи? Значит, очень часто и очень много лет я считал, что исповедовать грехи это сказать эту фразу прости нам, прости, прости. Исповедовать грех это сказать слово прости. Так вот, слово исповедовать переводится так, читается так омолео на греческом и переводится соглашаться, признавать, открыто признавать, примерно это похоже, как я иногда объясняю, когда у следователя сидит преступник, ему говорят, ты украл, он говорит, я украл, сделал. Было? Было. но это не просьба о прощении, друзья, я хочу сказать, что прощение грехов не приходит через просьбу о прощении. Просьба о прощении грехов не приносит прощения грехов. исповедовать грех, это согласиться с тем, что ты согрешил. Дети мои, все пишут, чтобы вы не согрешали, но если бы кто согрешил, имеем ходатай перед Отцом Иисуса Христа Праведника. Друзья, все очень просто, если кто-то из нас когда-то, ну, конечно, мы не говорим о том, что, знаешь, это грех в тенденции, это хорошо, это отдельная тема, опять же, сейчас не буду касаться, но если ты упал, где-то, согрешил, ты можешь вот просто так прийти к Отцу, сказать, Отец, вообще любой, рожденный свыше, для него это будет, конечно, очень неприятно, и новая натура, она будет отторгать это, и тут нельзя допустить вот такого постоянного греха в тенденции, потому что это может сжечь совесть, и вот это свидетельство может исчезнуть внутри у человека, но человек, который согрешил, он может точно так же сказать, Отец, я допустил вот эти слова, допустил какие-то действия, я сожалею в этом, но я принимаю, что ты во Христе уже простил меня, что и этот грех ты покрыл, поэтому я верой принимаю то, что ты любящий Папа, ты прощающий, ты простил, ты находишься в прощении, поэтому я соглашаюсь с тем, что совершил для меня на кресте. Хорошо, как же объяснить тогда 1 Иоанна 5.18 «Рожденный от Бога не грешит». Есть один перевод, который я примерно вам объясню, примерно он хорошо объясняет эту мысль. Вот можно так перевести, «Рожденный от Бога не хочет больше грешить». Не просто не грешит, он не хочет грешить. «Рожденный от Бога получил свободу не грешить». «Рожденный от Бога» уже начал хранить себя. Друзья, я говорил в теме о совлечении греховного тела, что у нас есть свобода от греха, но интересно, что он оставил нам свободу грешить. Свободу он на нас не заберет. То есть, он оставил нам, он может сказать, если ты хочешь, ты можешь выйти, ты можешь потерять меня, ты можешь забыть меня, это твоя, это твоя, я не хочу этого, но я прошу, я дал тебе свободу, храни себя, не греши, но ты можешь, если ты хочешь, потому что любовь всегда оставит свободу. Поэтому, рожденный от Бога имеет силу не грешить, рожденный от Бога ему противен грех, рожденный от Бога живет нравственно, посвященно и так далее, чисто и так далее, свято. Но он может впасть в искушение, конечно, может, потому что свобода у него осталась, он может впасть в искушение не от рабства греха, а от искушения врага. Хорошо, вот начались вопросы, давайте я буду отвечать на вопросы, начинается вопрос, очень важный, что такое грех смерти? Грех смерти это законничество. Евреям 10, 26, если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но страшное ожидание суда, ярость огня, которое готово пожирать противников. Помните, я говорил в предыдущих темах, противники, сыны противления это те, которые не принимают истину. И Павел пишет им, что вот вы получили познание истины и начали грешить опять, начали опять жить по закону, начали опять оправдываться своей плотью, то есть законничество это есть смертельный грех, но это не то, что Бог говорит, ах ты гад такой, законник, накажу тебя, нет, сам человек добровольно ложит свою голову под гильотину, человек через Христа во Христе пришел в спасение, в город защищенный, там город-убежище Христос, там нет преследования закона, человек, который идет в самоправедность, в законничество, сам выходит на территорию закона, где имеет преследование опять греха закона, греха смерти и сам себя подвергает смерти. Поэтому Писание говорит, не Бог убивает, буква убивает, какая буква, закон убивает. Поэтому крех к смерти это не то, что Бог накажет этого человека, хотя он и законодатель, он и наблюдает за исполнением закона, естественно. Хорошо, в Галатам 5.4 написано, вы оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Вообще апостол Павел был очень жесткий в этом плане. Он говорил так, если кто-то придет вам, или я, или ангел, будет вам проповедовать другое Евангелие, да будет анафема, да будет проклят. Я сегодня такие, друзья, это очень трудно нам сегодня осмыслить. Павел, ну ты жесткий был вообще человек. То есть он говорит, если вам кто-то иное Евангелие проповедует, просто да будет проклят, да будет анафема. Он сам себя под анафему подвергает этот человек. Поэтому законничество или отказ от Христа, от Евангелия, от веры в Христа, от принятия его работы и есть грех, который приводит человека к смерти. Еще один грех, который может привести человека к смерти, это постоянный грех или грех в тенденции, запинающий грех. Когда человек не хочет, он, ладно, есть люди, которые не познали истину, они не знают о совлечении греховного тела, они не знают о законе духа, и они не могут жить в свободе. Это отдельная категория людей. Я верю, что к ним отец смотрит, на них смотрит совсем по-другому. На люди, которые познали истину, живут в свободе, но добровольно подвергают себя опять различным стихиям, греховным и так далее. Такие люди сами себя также, что они делают грехом? Смотрите, любой грех разрушает жизнь с Богом. Любой грех разрушает жизнь со святым духом. Человек, который начинает грешить, он разрушает сам себя, свой храм. Он разрушает сам свои взаимоотношения с Богом. И разрушая сам себя постоянным грехом, человек сам себя выталкивает на территорию, где он оказывается и начинает жить жизнью греха. Этим самым свидетельствуем. Человек может не отрекаться физически или там словами, но он своей жизнью будет говорить, все, я живу с грехом. Это моя жизнь. Поэтому человек, который в тенденции продолжает грешить, сам может тоже нарваться вот на эту печальную жизнь. сотворите достойный плод покаяния. Друзья, смотрите, что такое плод покаяния. Человек, который начал жить с Богом, принял Евангелие, принял любящего Папа, который простил, очистил от греха уже, который уже снялся в совлечении греховного тела произвел. Конечно, жизнь такого человека должна привести к плоду. Что такое плод покаяния? Нравственная жизнь. Одна жена, один муж. Ну и так далее. То есть человек живет в свободе. Это как минимум это уже плод. Нужно ли совершать исход из церкви в другую и так далее? Никогда не спрашивайте это ни у одного человека. Имейте близкие отношения со Святым Духом, который и подскажет вам, что делать. Я знаю людей, которым Господь скажет и говорит оставайся в своей церкви. Люби, продолжай, служи, и так далее. Кому-то Господь говорит двигайся дальше. Поэтому когда меня спрашивают, что мне делать в таком случае, я говорю, спрашивайте у Папы. У нас есть реальный Папа, у нас есть старший брат Иисус, у нас есть Дух Святой, в конце концов, нам нужно начинать жить с Ним и спрашивать все у Него. Если он посчитает нужным использовать какого-то человека, чтобы высвободить для тебя водительство, сделай это. Поэтому будьте мудрыми в этом случае и будьте подводительством Святого Духа. Сыны Божьи, вводимые Духом Божьим. Внимательно послушайте. Сыны Божьи неводимы обидой. Сыны Божьи неводимы амбициями, эмоциями. Ох, скипело что-то внутри и потащило тебя куда-то. Сыны Божьи так не поступают. Сыны Божьи, вводимые Духом Божьим, а не душой. Хватит душевному христианству главенствовать. В моей жизни было очень много душевности, душевных звонков, разборов, доказаний, справедливости. Внимательно послушайте меня. Прав не тот, кто прав, а тот, кто прощает и тот, кто любит. Потому что может такое быть, что Отец создает общины в городе и в какой-то общине может быть дефицит какого-то служения. А в какой-то церкви сидит десять проповедников, какой-то ни одного, в какой-то церкви сидит десять барабанщиков, в другой ни одного барабанщика. И там нужны группы. И это будет происходить. Мы одна церковь, мы одно тело. Поэтому я помню, как он учил нас, как правильно уходить из церкви. Это было нам очень интересно. Мы-то сегодня с людьми брызжим друг на друга, особенно постарай. Это мои люди. Нет, это мои люди. Это христовые люди. Это папины. Мы все папины. Поэтому Папа будет распоряжаться нашей жизнью. Вопрос. Гонения. Я уверен, что в ближайшее время мы видели сны последние месяцы о гонениях. Будьте уверены, что в следующее время мы увидим гонения от старшего брата. Что это? Помните притча про блудного сына? Младший принял благодать. Все ему вот так. Папа его целует, все ему дает. Старший вдруг не вознегодовал на младшего и высвободил гонения на младшего. Ты что? Это сын твой пропадал. Это такое-то. Друзья, приготовьтесь, будут нападения со стороны законников или людей, у которых есть сенайское мышление, будет бомбардировать сионское. Пушки будут направлены, будут стрельба, будут обвинения. Никогда ничего в ответ не отвечайте. Младший сын на обвинения старшего не ответил ничего. А папа, он будет с огромной любовью и почтением обращаться к старшим сыновьям своим, которые находятся в законническом мышлении, которые все еще зарабатывают благоволение. Он будет с огромной любовью и почтением говорить им такие слова. Сын мой, все мое твое. Все мое твое. Он будет продолжать проповедовать истину. С огромным уважением. Он будет говорить не так. Ах ты гад такой, законник-то этакий. Сенайское твое мышление таки на тебя. Нет. Он будет говорить в церкви в следующие годы. Сын мой, дочь моя, все мое твое. Не зарабатывай. Друзья, следующий вопрос. Ангелы. Можем ли мы приказывать ангелам, я бы не советовал вам лезть в эту, ну, нам всем лезть в эту сферу, если только не дано на это повеление от Господа. Это опасно. Речь идет. Когда Писание говорит не всякому духу верьте, речь идет не просто про духов, речь идет про ангелов в этот момент. Ангелы шастали в то время падшие превращались в ангелов света. Почему Павел говорит в послании Ефесянам, если я приду или ангелы будет вам благовествовать. Павел, ну что за раздвоение? Ангелы превращались в ангелов света и извращали Евангелие, проповедовали Евангелие. Друзья, это было. Ангелы приходили и говорили, да на самом деле Иисус не все совершил, надо было обрезываться. Падший мир, превращаясь в ангелов света, в первой церкви умудрялись заводить людей в этот. Поэтому ангелов было много и, но ангелы или духи пророческие повинуются пророкам. Если вы пророк, один из признаков того, что вы пророк, к вам будут подставлены духи, ангелы пророческие. Это интересно, я не буду здесь много говорить и тогда, если на тебе есть это предназначение, ты будешь сотрудничать с этими ангелами. Поэтому войди в свое предназначение сначала, прежде чем рукавами махать, приказывать, узнай свое предназначение, узнай свой дар, свою функцию в теле, тогда ты узнаешь тех ангелов, которые с тобой сотрудничают и будешь с ними сотрудничать. И это совсем другая уже история. Конечно, ангелам можно говорить, что делать, но это слишком немаленькая тема. Тема усилием берется, у нас подходит время к отцу, усилием берется. Это Луки 16,16. Хорошо, что значит усилием берется? Мы же понимаем, что усилием берется, это не означает, что ты должен что-то сделать, чтобы Царство Божие пришло, потому что единственное, что тебе нужно сделать, это принять его. Тут какое усилие минимальное, воля. Но, о чем здесь идет речь? Я верю, вот как это местописание нужно объяснять, что со дней Яна Крестителя Царство Божие распространяется силой Божьей. Давайте подставим, не силой берется, а силой Божьей распространяется. О чем идет речь здесь? Если человек одержимый, Царство Божие распространяется. Распространяет свою силу, бесы уходят. Болезнь, болезнь, сила Божья проявляется, болезнь уходит. С момента, со дня Яна Крестителя Царство Божие распространяется, Божья сила. Сила Божия распространяет Царство Божие. И Царство Божие силой, силой Божьей распространяется. Вот как можно интерпретировать это местописание. Мне задали такой вопрос уже по теме причастия. Я сказал в предыдущих темах, что я верю, я верю, что хлеб это символ. Я верю, что хлеб это символ. Кто-то сказал, но есть такое понимание, что хлеб сам сакральный, что в хлебе есть определенная, так скажем, сакральность. И съеденный кусочек хлеба становится причиной чуда. Потому что написано, Иисус сказал, «Сие есть тело мое». Он говорит, смотри, металл, который попадает в огонь, остается металлом, но приобретает красный цвет, он вбирает в себя как бы огонь. Так вот, этот кусочек хлеба остается кусочком хлеба, но вбирает в себя силу тела Христова. Да, это тело Христа. Это его плоть. А это его кровь. Но, друзья, я хочу вам сказать, что эта сама сакральность не должна прийти в кусочек. Это очень важно понять. Смотрите, мы не должны превратиться в православную церковь, которая заросла святынями. Знаете, крест – это что? Крест – это просто моя визуализация. Вот мы можем поставить крест? Мы можем поставить крест. Что такое крест? Я смотрю на него и фокусируюсь на этом, воспоминаю о жертве Христа, подсоединяю своей верой, высвобождается сила Святого Духа, и происходят чудеса. Это закон Духа так работает. Но что может произойти? Сам крест может стать сакральным. Знаки. Я не хочу, знаете, я боюсь, чтобы церковь обросла вот этими сакральными какими-то приборами, кружечками и так далее. Я не хочу, чтобы мы начали предавать сакральности предметам. Предметы – это знаки, это знамения. Они куда-то показывают, они на что-то нас направляют. Что происходило в православной церкви? В свое время мистики православной церкви ставили кресты перед собой. И когда они начинали созерцать Бога, молиться, они стояли, смотрели на крест и говорили, Иисус это сделал, Иисус это совершил, это совершил. Крест был нужен, чтобы просто сфокусироваться на то, что Он совершил. Но впоследствии эти кресты стали приобретать сакральность. И уже сам крест становился волшебным. Он сказал, смотрите, 24 стих, 1 Коринфянам 11 глава. «Примите и идите тело Мое за вас ломимо, сие творите в Мое воспоминание». Сам Иисус сказал, что у хлеба преломления главная его функция – воспоминание. То есть мы возбуждаем в себе, в своем мысли, в своем разуме воспоминание. Мы вспоминаем. А, я умер со Христом, я воскрес. Почему это важно – воспоминание? Потому что нас окружают противоречия завершенной работе Христа. Поэтому хлеба преломления ты можешь принимать хоть 10 раз в день, если ты хочешь концентрироваться, свое внимание на завершенной работе. На невидимом больше, чем на видимом. То есть хлеба преломления, главная его цель – это воспоминание, это свой ум опять перевести в осознание. Да нет у меня греховной натуры. Я умер со Христом, а воскрес. Я исцелен. Если тебе поставили гиагноз какой-то, ты можешь это делать очень часто за день. Это поможет тебе концентрироваться. Ты говоришь, да нет, диагноз, ты не прав. Иисус сказал, я исцелен. Когда я умер со Христом, я освободился от закона греха и смерти. Когда я умер со Христом, я освободился от преследования ангела-губителя. Ангел, который отвечает за смерть. Ангел смерти. Ты не имеешь права больше ко мне прикасаться, ведь я уже умер со Христом. Что делать, если церковь этого не принимает? Если в вашей церкви не принимает это, если в вашей церкви не принимается это учение, и более того, отвергается, и более того, насаждается другое, что делать? Первое, что я вас прошу делать, друзья, никогда не будьте агрессивными. Воинствующие благодатники, никогда не заступайте за Евангелие, не ревнуйте до злого за истину. Никогда не ревнуйте за Бога до зла. Никогда не допускайте непочтительного отношения к служителям, пасторам, к лидерам, даже если они в корне неправы. Я допускал такую глупость в своей жизни, и Господь меня очень сильно обличал в этом. Второе, с огромным почтением относитесь к сегодняшней церкви и дайте церкви в полном масштабе церкви время для изменения. Поэтому, друзья, смотрите, что я советую. Я советую вам с огромной любовью сегодня относиться к церкви Христовой, к служителям Христовым. Даже если они никогда не поменяют своих убеждений. Не допускайте непочтительности ни в коем случае. Никогда. Евангелие. Если ты веришь в Евангелие, Евангелие приводит тебя к любви, а не к противостояниям, провокациям, каким-то жесткостям и так далее. Хотя Евангелие, конечно, бескомпромиссно, но здесь нельзя допускать перехода на личности. Никогда не отвечайте на оскорбление. Никогда. Даже если вам нужно обличить кого-то, приправьте это под сильной солью любви. И не участвуйте в спорах никогда. Мы так никогда Евангелие не распространили. Мы только ожесточим людей. Понятие Кадеш. Я частенько на своих собраниях, служениях, конференциях вскрываю эту тему. Что такое Кадеш? Господь святой, свят. Кадеш, Кадош. Бог свят. Бог свят. Что значит Бог свят? Бог отделен. Слова Кадеш отделить. Ну так что же такое Кадеш? Кадеш это отделенный Бог. Бог отделился. Он святой. Хорошо. Какую картину нам рисовали раньше? Бог отделил себя в неприступном свете. Он спрятался. Он Кадеш. Он свят. Он чист. И когда мы к нему подступаем, не дай Бог, я его увижу. Ох, прибьет. Нельзя увидеть Бога и остаться в живых. А я утверждаю сегодня другой момент. Друзья, давайте поймем, что это неправильные понимания. Но сегодня я понимаю совсем по-другому. Это помогает мне жить с Ним. Это помогает мне переживать. Многие пишут мне, я не переживаю Папу, я не переживаю Бога. Скорее всего, ты просто обманут. Твой разум неправильно его представляет. Как я могу переживать Бога, который отделил себя, который свят. А я-то знаю, что я сегодня это сделал не так. Тут что-то подумал. Как же я могу с Ним? Да нет, у меня нет с Ним никого. У меня нет дерзновения быть с Ним в общении. Друзья, все это ложь, которую нужно удалить. Она мешает нам близости. Она мешает близости с Богом. Так что же такое Кадеш в моем понимании? Я сегодня думаю и верю, что Он не просто отделился от нас. Он отделился, но отделился к нам. Кадеш – это отделиться. Он отделил себя с неба, от ангелов, от имея все совершенное. Он, будучи богат, обнищал ради нас. Он настолько возлюбил, что отдал Кадеш. Он стал близок к нам. Он пришел к нам, а не от нас. Настолько близко Он пришел к нам. Он стал Кадеш настолько близко, что Он не просто подошел, Он вошел в нас и стал с нами одно. И мы стали с Ним одно. А что же за неприступный свет, в котором Он пребывает? Это наш Дух. Друзья, наш Дух – это свет. Как это так? Иисус сказал, «Вы свет мира». Много раз есть писания и тексты, которые говорят о том, что мы свет. Вот этот свет, в котором и находится Отец, друзья. Находится Бог. Он в нас, а мы в Нем, мы вплетены. Это тайна, которую мы еще будем познавать. Поэтому принимайте такую истину. Папа настолько любит, что Ему достаточно жертвы Христа, чтобы читать нас чистыми, святыми, чтобы поселиться в нас и жить с нами, быть в нашем храме, в нашей плотине, в нашей плоти. Когда я молюсь Господу, когда я обращаюсь к Отцу моему, когда я общаюсь с Ним, я перестал в своем воображении представлять, что я прихожу к Нему, что я нахожусь извне. В моем понимании я нахожусь в Нем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok